Давненько я не разбрасывался деньгами на Твиче, а ведь рубрика зашла просто на ура, было миллиард тысяч просмотров, отличный актив, лайки, в общем, все круто было. И вот сейчас я хочу на постоянной основе снова запустить данный формат видео. Но я немножко видоизменил формат, я почитал ваши комментарии и многие предлагали, чтобы я за какие-то челленджи, собственно, кидал бабки, чтобы это не было просто так и ни от чего и ни к чему. Так что, ребята, я надеюсь, вы поддержите эту тему, 30 тысяч лайков и продолжение не заставит себя долго ждать. Я не знаю, как я попал на канал Пандоса, я даже не знаю, как себя здесь вести, смотреть в камеру или ниже и говорить всем здорово, чуваки, с вами я, Ничай. Главный секрет, почему Пандос смотрит не в вас, а чуть ниже, он смотрит на экран, а на экране очень классный сайт, на котором большие коэффициенты, на котором быстрый вывод средств, на котором огромнейшее количество спортивных дисциплин. Он не может оторвать свой взгляд. Не отрывайте и вы, смотрите Пандоса, а параллельно заходите на этот сайт. И сегодня в качестве челленджа я придумал вот такую штуку. Нужно будет в Викенд Диге голкиперам забить гол. Забиваешь, получаешь бабки, не забиваешь, ну, найс трай. Кстати, в прошлом выпуске я не дождался исполнения Равена Диса от Эвониона, но он все-таки зачитал и предлагаю насладиться этим шедевром. И так, ребята, нажимаем FIFA 19 и смотрим, кто из русских стримеров стримит. Большинство ребят, я тут, конечно же, не знаю, давайте пусть будет, пусть будет вот этот вот человек, 101 зритель. Он играет в Викенд Дигу, это то, что мне нужно. Итак, ребята, донатик отправил. Сейчас посмотрим на реакцию стримера, воспримет ли он вообще эту информацию, как-нибудь. Вот, смотрим. Кидаю тебе челлендж. Если забьешь гол вратарем Викенд Диге, закину тебе 2000 рублей. Принимаешь? Пиксельбок. Принимаешь? Принимаешь. Окей. Есть план. Все, работаем. Только не пенальти, эй, эй. Эй, 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 это не считается. Эй, эй, подожди, блин. Так, нужно правила хорошенько обдумывать, потому что это нечестно. Он забили, забили. Слушай, эти технологии Илона Маска просто отдыхают. Все понятно, блядь. Все понятно. Ну давай, ну ты сможешь, братан, я верю в тебя. А можно еще уточнение, в этом матче обязательно или нет? Можно в следующем? Ладно, давай в следующем. Дай забить гол вратарем. Чувак. Чувак. Он пытается от ворот до ворот добежать голкиперу. Ладно, ребята, давайте, чтобы было по-честному, скину пока что ему 500 рублей за то, что все-таки он выполнил условия, так скажем. Так, ребята, 500 рублей полетели для разогрева. Парни просто результат засрал, блядь. Тебе у Куртуани обязательно, вратарем, да? Да, любым вратарем абсолютно. Неважно, кто. Постараюсь там под сыгранность кого-нибудь подставить. Ну все, пацаны. Верим в Эдерсона. Скорость 64, кстати, не самая херовая скорость, я вам скажу, для вратаря, поэтому... Итак, давайте посмотрим на состав соперника. И тут Криштиану встречается как назло, блин. Эдерсон против Крира. Кто лучше? Поехали. Где Эдерсон? Эдерсон? Так, Эдерсон смещен, ребята. Блядь. Это было близко, смотрите, Эдерсон пристреливается. Пацаны, делаем ставки, забьет рост с вратарем или нет? Так. Эдерсон, Эдерсон! Блин! В зеленую попал же! Прям 100% момент сейчас был, но Эдерсон немножко с ударом обосрался. На той челлендж, как бы, кто сказал, что будет легко? Борется. Фига он борется, ребята, посмотрите. Топовый нападающий. Эдерсон, ну-ка! Ай! Опять зеленую попал. Я прям сам переживаю за этого чувака. А я могу потом Курта во втором тайме поставить? Он левша... А-а-а! Все, спасибо, халя... А! Он все это время бил правой, а Эдерсон левша. Вон, ему там в чате подсказали. Вот так вот. 1-0. Так вот бывает, когда ты играешь на Эдерсона. Не меняются невозможно... Блин, он хотел вратаря поменять, поставить Куртуа в атаку. Блин, не с перчатками. Блин, кстати, почему нельзя? Что за бред? Ну, типа, вратарь на вратаря. Опа. Он пытается навесиком играть на Эдерсона. Кстати, неплохая тактика, учитывая его рост. Вполне возможно, что он сможет башкой замкнуть. Ну! Штанга! Фу-ка. Да, вот это обида просто, реально. Эдерсон попал... Очень близко. Эдерсон попал в штангу. Блядь! Опять! Ну, блин, просто на грани. Да, чуваки, и вот это было прям максимально близко. Сначала в штангу, теперь просто не попадает. Так, забросик на Эдерсон? Да ладно. Не-не, все-таки скорость 66, как бы, такой. Эдерсон. Ну, как им бить? Опа, Дебрюне. Давай на Эдерсона! Что, блядь? Что? Пацаны, вы это видите? Что происходит? Это пиздец. Ну! Блядь! Это просто жесть, чуваки. Вы видите, что происходит? Охренеть. А-а-а, я же плакать буду. Это просто пустые. Опять штанга. Давай, вот Эдерсон, вот! Ну! Херач! Херач! Чуваки, ну это жесть. Это просто жесть. Я не думал, что за этим так будет интересно наблюдать. Бля, посмотрите на это страдальческое лицо. Ну что ты делаешь, Антонин Мартиалли? А-а-а, 82-ая минута, ребята. Сколько моментов он засрал? Я думаю, что как минимум Касарин уже заслужил. Если он даже не забьет, но за его вот эти вот мощные попытки, я думаю, стоит его вознаградить. Я не знаю, пацаны, ну это просто жесть. К сожалению, пацаны не удалось выполнить челлендж. Сейчас он смотрит повторы. Типа, смотрите. Вот здесь вот как он не забил. Смотрите. Вот как это сделал? Итак, ребята, я скинул ему еще донатик. Сейчас уточню, будет ли он пытаться. Остался один матч сегодня, что нет. Будешь еще пытаться. Мужика тупая, конечно. А-а-а, ну игры закончились. Лол. Что? Это была последняя его игра. Ну ладно, братан, ты пытался, ты старался. За это тебе респект, поэтому давай я скину тебе Касарик за... За эти попытки твои. Это было круто. Ну ладно, ничего страшного. Лови Касарик за красивые попытки. Годный видосик будет на канале. 4. Спасибо, фондок. Спасибо, ёпта. Спасибо, бро. Спасибо за тысячу. Сильно вот так вот без руки заходят. А мы их смешим жестко. Посмотрим видосик обязательно, покажу пацанам. Ну что ж, ребята, вот такой челлендж у меня получился. Надеюсь, вы угорнули так же, как я. Это было весело, забавно. И опять же напоминаю, 30 тысяч лайков. И продолжение не заставит себя долго ждать. Ну и да, чуваки, вы также можете предложить свой челлендж, который вы хотели бы видеть на канале у меня. Пишите, самое интересное я вычитаю и в следующий раз затестирую. А с вами был я, ПандаFX. Разбрасывался деньгами на Твиче. Если вам нравится подобный контент, опять же, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем хорошего настроения. Пока. Продолжение следует...